71-й Венецианский кинофестиваль в этом году откроет картина мексиканского режиссёра Алехандро Гонсалеса Иньяриту под названием «Бёрдман». Эта чёрная комедия повествует о бывшем актёре, сыгравшем в своё время супергероя Бёрдмана. Теперь он возвращается к этому образу в бродвейской постановке, чтобы вернуть былую славу. В целом же, как говорит директор фестиваля Альберто Барбера, в нынешнем году многие фильмы затрагивают темы войны и рецессии. «Есть много фильмов, которые затрагивают тему войны. К сожалению, мы живём в такое время, когда война возвращается, и эта тенденция резко возрастает. Кино отражает это настроение, что является своего рода индикатором». В главный конкурс помимо Бёрдмана вошли 19 фильмов. Среди них «Мангл Хорн» с Аль Пачино в главной роли, «Хорошее убийство» с Этаном Хоуком, который играет оператора-беспилотника, убившего талибов, а также картина Фатиха Акина Шрам. Главную роль в фильме исполнил Тахар Рахим, известный по фильму 2009 года «Пророк». Среди других лент, которые поборются за золотого льва, будет Пазолини Абеля Феррары с Уильямом Дефо в главной роли. Он сыграл итальянского писателя и режиссёра, который был убит в 1975 году. Также будет показан фильм иранского режиссёра Рахшана Бани Итамада под названием «Сказки». Вне конкурса покажут картину Барри Левинсона «Унижение», в которой также сыграл Аль Пачино. Старейший кинофестиваль мира откроется 27 августа и продлится до 6 сентября. Все показы традиционно пройдут на острове Лида. Главой жюри этого года был выбран французский композитор Александр Депла. В состав судей также вошли британский актёр Тим Рот, палестинский режиссёр Элия Сулейман и итальянский актёр Карло Вердона. Стоит отметить, что в конкурсную программу этого года вошёл фильм российского режиссёра Андрея Кончаловского. Называется он «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына.